Анатолию Дмитриевичу Егорову чуть более 90 лет. О его прирожденном оптимизме и нраве знать не только в семье пенсионера, но и за ее пределами. Приходя в гости к пожилому человеку, представители Бресткова городского совета ветеранов войны и труда точно знают, уйдут заряженными его энергией. Участник Великой Отечественной войны с радостью встречает у себя гостей, принимает теплые поздравления и отвечает взаимностью. У него всегда много новостей. Будучи на пенсии, Анатолий Дмитриевич не сидит на месте. В теплое время года идет в лес за грибами, вечерами занимается вышивкой, а под вдохновение рисует, и все, за что бы не взялся, получается отлично. Свои работы он любезно показал гостям и скромно подчеркнул – творчество не для публики, а для души. В такой же душевной беседе нашлось место и многочисленным воспоминаниям о Великой Отечественной войне. Страшная трагедия пришлась на юношеские годы ветерана. Уроженец Самары, а сегодня брещанин, по сей день помнит грустные картины, которые довелось видеть своими глазами в то непростое время. Ну что мне запомнилось, когда я увидел первого танкиста, командира танкового, привезли, сверху лежал на танке, вот меня это потрясло первое. А потом, когда бомбили под Киевом эшелоны, здоровые такие ребята, побитые девчата, ну, меня это до с конца трогало. Девочки же от такого возраста, может быть, и моложе, чем вы, защищали мосты через Дмитрий. Анатолий Дмитриевич каждый год 9 мая посещает мемориал Брестской крепость-герой. Встречи с ветеранами-соратниками для него имеют огромное значение. Слушая рассказы участника войны, хоть они и отнюдь не веселые, восхищаешься силой его характера, выдержкой и непоколебимой верой в лучшее. После трагедии 40-х прошло много лет, а Анатолий Дмитриевич Егоров точно помнит имена и фамилии своих боевых товарищей. Такие воспоминания не удалось тереть даже времени. Гости пенсионера, представители Брестского городского совета ветеранов войны и труда, а также Брестского городского объединения профсоюзов, посетив Анатолию Дмитриевичу, признались. Такие встречи надолго остаются в памяти. Причины очевидны. Очень симпатичный человек. Он принимал участие и в боевых действиях, и в том числе по освобождению Бреста, и дошел до Берлина. Первый раз я с ним познакомилась 9 мая. В прошлом году мы вместе шли с ним к вечному огню Брестской крепости. Становишься сильнее, становишься крепче, появляется больше оптимизма, больше желания еще организовывать встречи, помогать, приходить. То есть силы прибавляются. Среди 43 490 представителей городской организации ветеранов, 413 человек, ветераны Великой Отечественной войны, 61 участник боевых действий, как и наш герой Анатолий Дмитриевич Егоров. Забота о них в таком ключе, как посещение на дому, лишь малая часть, которую осуществляют представители Совета ветеранов войны и труда. Во главе угла и другие вопросы. Поддержка, помощь в решении проблем, отклик на просьбы и самое главное, внимание и общение.